Члены Совета, уважаемые соискатели, уважаемые гости. Утвержденный состав Совета 15 человек, присутствуют 10, в том числе 4 доктора по профилосматриванию диссертации, то есть кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Ковалева Ивана Александровича, получение оценок и построение предельных характеристик для некоторых систем массообслуживания с особенностями. Диссертация представлена на ССК Нечуной степени, кандидата физико-математических наук по специальности 1, 2, 3, теоретическая информатика, кибернетика. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор Зейдман Александр Израилович, работает в ГБУ, ВОВ, Вологодский государственный университет, заведующим капиталом прикладной математики. А нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, тогда приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной математики в Вологодском государственном университете. Официальный оппонент – доктор физико-математических наук Семенова Ольга Валерьевна, доктор физико-математических наук Моисеев Александр Николаевич и кандидат физико-математических наук Сопин Эдуард Сергеевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому к Семенову Совета. Я зачитаю данные из личного дела. Я соискатель Ковалев Иван Александрович с 1996 года рождения. В 2020 году окончил магистратуру Вологодского государственного университета по специальности прикладная математика и информатика. С 1 октября 2020 по 30 сентября 2023 обучался в очном аспирантуре Вологодского государственного университета по направлению 020601 кандидатом информационной наукой, соответствующей научной специальности 1, 2, 3 теоретическая информатика и кибернетика, по которой подготовлены диссертации. Ковалев Иван Александрович в 2020 году окончил с отличием магистратуру Вологодского университета по направлению 010405 прикладная математика и информатика. С 1 октября по 30 сентября обучался, с 29 декабря по 2023 года по 28 января 2024 года был прикреплен для подготовки диссертации в Вологодском государственном университете и с 22.01.2024 по 05.02.2023 был прикреплен для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 1, 2, 3 теоретическая информатика и кибернетика, по которой подготовлены диссертации. Диссертация выполнена на кафедре прикладной математики Института математики и естественных компьютерных наук Вологодского госуниверситета, научный руководитель, доктор физико-математических наук профессор Зейфман Александр Израилевич. Работает в Вологодском государственном университете и заведующем кафедрой прикладной математики. Все необходимые документы были предоставлены в Совет Своевременно, в полном объеме имеются в РФ. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения о порядке присуждений ученых степеней МДС. — Спасибо. — Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? — Если вопросов нет, тогда слово предоставляйте соискателю для доклада. Постарайтесь уложиться в 20 минут. — Уважаемые участники заседания диссертационного совета, представляю доклад по результатам диссертации на тему получения оценок и построения предельных характеристик для некоторых систем массового обслуживания с особенностями. Диссертация выполнена под руководством доктора физико-математических наук профессора Леосандра Израиль-Шазеевна. Методы и модели массового обслуживания играют важную роль в исследовании телекоммуникационных систем, экономических и производственных процессов. Система массового обслуживания описывается неотворобными марковскими процессами исследованиями стационарных марковских цепей состоит в получении оценок скорости и исходимости, устойчивости и погрешности аппроксимации для различных классовых моделей, а также применение полученных оценок для построения основных отдельных характеристик и конкретных систем массового обслуживания. Исследование сводится к изучению прямой системы Калмогорова, которая подвергает ряду преобразований таким образом, чтобы соответствующая ей матрица стала существенной отрицательной, метод логарифмической нормы позволял получить явную по возможности точную оценку скорости и исходимости системы. Целью работы является получение явных по возможности точных оценок скорости и исходимости, устойчивости и построение отдельных характеристик для новых систем массового обслуживания с особенностями. Что касается методов, которые используются, то для получения оценок скорости и исходимости и устойчивости применяется метод, базирующийся на оценках, основанных на применении логарифмической нормы, линейной операторной функции и специальных преобразований преодолеваний матрицы интенсивности марковской цепи. Для вычисления предельных характеристик используется метод Адамса МОК на четвертого порядка. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи. Получены оценки скорости и исходимости и устойчивости для систем массового обслуживания типа МЭК-1 с отказными катастрофами, сбоями и ремонтами сервера, с одним сервером специальным групповым поступлением требований специальной политики пропуска очереди, далее для простейки буду называть модель Марина, с одним сервером специальным групповым поступлением требований специальной политики пропуска очереди и катастрофами, с групповым поступлением и групповым обслуживанием требований управления в зависимости от состояния, с нетерпеливыми клиентами и с эластичным трафиком. Для модели Марина получены оценки мощности сервера и мощности потока, потока, при которой среднее число требований в системе не превышает заданного числа, и границы интенсивности обслуживания и интенсивности поступления требований, чтобы средняя оставалась в заданных границах. Для каждой из моделей построены предельные характеристики соответствующих процессов. Отсюда вытекает положение, выносимое на защиту, изучение новых систем массового обслуживания марковского типа, получение оценок скорости, исходимости и устойчивости с помощью методов логарифмической нормы, применение полученных оценок для оценки некоторых параметров системы и построение предельных характеристик для каждой изученной системы массового обслуживания. Научная новизна заключается в том, что для процессов, описывающих все требования системы, перечисленных на слайде, получены новые оценки скорости, исходимости предельного режима, предельного и среднего, оценки устойчивости и построены основные предельные характеристики. Для модели Марина получены оценки некоторых параметров системы. Личный вклад автора состоит в получении оценок и построении предельных характеристик. Теоретическая значимость полученных результатов состоит в том, что метод, основанный на использовании логарифмической нормы, применен к новым моделям. Вписанные подходы могут быть полезным моделированием потоков информации, связанных с его производительным обеспечением, созданием стихистических моделей телекоммуникационных систем, популяционных моделей в биологии и других отраслях. В первой главе переводится вспомогательный математический аппарат, требующий для дальнейшего исследования. Вводятся основные понятия и методы. В ходе исследования системы подвергаются ряду преобразований. Первое — это исключение нулевого состояния, с помощью которого переходим к системе 2. В случае, если элементы нулевой строки положительны, тогда можно положить гамма с звёздочкой равном нижней грани элементов этой строки и вычесть это значение из каждого элемента этой строки и перейти к системе 4. Третье преобразование — это домножение на верхнюю треугольную матрицу T, то есть матрицу, которая под диагональю 0, на диагональю и выше 1. И четвертое — это домножение на диагональную матрицу D. Для изучения каждой модели использован следующий алгоритм действия. Это получение верхних оценок скорости исходимости, то есть нахождение момента времени T со звёздочкой, начиная с которого вероятные характеристики процесса, заданных погрежностью, не зависят от начальных условий. Получение оценок устойчивости в случае большой размерности исходного процесса, аппроксимация с помощью процессов меньшей размерности. В каждом из примеров для построения определенных характеристик осматривается соответствующая модель с 1-периодическими повременными интенсивностями. В случае большой размерности исходного процесса выбираем размерность учёного процесса N. На основании полученных в первом пункте оценок определяем отрезок от 0 до T со звёздочкой плюс 1, решаем прямую стиму Калмогорова с простейшими начальными условиями X от 0 равно N, X от 0 равно N на отрезке от 0 до T со звёздочкой, до T звёздкой плюс 1, и на отрезке T со звёздочкой до T со звёздочкой плюс 1, получаем основные предельные характеристики самого процесса и близких к нему возмущённых процессов. Во второй главе рассматривается система массового обслуживания типа ММ1 с отказами, катастрофами, сбоями и ремонтами сервера, обозначена интенсивность поступления требований Лямбда Т, обслуживания требований МЁТ, катастрофы Гамма-ИТ, восстановление вышедшего из строя сервера, при поступлении нового требования в систему, если переди него есть КАЛ или больше требований, то оно может присоединиться с вероятностью бета Т и может отказаться с вероятностью единицы минус бета Т. R от T – это вероятность того, что сервер находится в ремонте на момент времени Т. Для получения цены скорости исходимости положим гамма со звёздочкой равным инфином гамма Н и вычтем это значение из нулевой строки. Тогда перейдём к системе 8, решение которого можно записать в виде уравнения 10. Отметим, что получившаяся матрица со звёздочкой существенно-отрицательна, тогда справедлива теорема 1. Пусть интенсивность и катастроф существенны, то есть выполняется 11, тогда процесс X от T слабо-эргодичен и имеет место оценка скорости исходимости 12 для любых начальных условий. Далее рассмотрим получение оценок в возвышенных нормах. Для этого возьмём последовательность, диагональную матрицу с элементами этой последовательности и пространство L1, пространство последовательности L1D соответствующей нормы. Отметим, что норма матрицы А со звёздочкой в этом пространстве ограничена, а алгоритмическая норма будет равна гамма с двумя звёздочками, взятая с противоположным знаком. Тогда будет справедлива теорема 2 и имеет место оценка скорости исходимости 15. Кроме того, если рассмотреть пространство L1E с нормой вычисленной по форму 16, то можно получить оценку для среднего, которая сформирована в следствии 1. Далее рассмотрим возмущённый процесс в длине очереди XRT, соответствующий транспортированной матрице интенсивности АТ, где матрица возмущения в некотором смысле мала. Предполагаем, выполнение не равен с 18, откуда следует, выполнение 19 и 20. Тогда в условиях теоремы 1 имеет место оценка 22 устойчивости, а в условиях теоремы 2 оценка 24 и 25. Далее рассмотрим численный пример интенсивности, выписанного на слайде, тогда из полученных теорем скорости исходимости получаем оценки 26 и 28, и из теоремы устойчивости получаем оценки устойчивости. Далее строим графики для этого, убираем разверность учёного процесса, далее из оценки исходимости интервал, на котором достигается предельное значение заданной погрешностью, и предельный интервал. На графике представлены вероятность пустой очереди, предельная вероятность пустой очереди, среднее число требований системе, предельное среднее число требований системе, полоса устойчивости пустой очереди и полоса устойчивости среднего числа требований в системе. В третьей главе рассматривается система массово обслуживания с одним сервером специальным групповым поступлением и специальной политикой пропуска очереди. Требования поступают с интенсивностью лямбда, обслуживаются с интенсивностью мю, но размер поступающей партии становится известен по ее прибытии и является случайной величиной заднего распределения вероятности ВН, имеющей конечное среднее значение. Для получения оценок скорости исходимости исключимого состояния перейдем к системе 32, соответствующей матрице ВТ. Далее перейдем к линейной матрице 33 и домножим ее на первую треугольную матрицу С, перейдем к стиле 34. Далее рассмотрим последовательность диагональную матрицу, перейдем к стиле 35 и вычислим логарифмическую норму, тогда получаем оценку 36. Рассмотрим последовательность, как задано на слайде, тогда справедливое неравенство 37. В работе показано, что наличие предельного режима зависит от формы распределения размера пакета, в частности, в случае, когда последовательность диагметрическая, то есть существует Q от 0 до 1 и С больше 0, такие, что Бкаты не превосходят С на Q в степени К, тогда справедлива теорема 5. В следствии 1 сформулированы оценки для вектора распределения и среднего числа требований в системе, а в следствии 2 такие оценки получены в случае постоянной интенсивности. Далее получаем, рассмотрим возмущенный процесс интенсивности поступления, которого отличается не больше, чем на Epsilon с индексом лямбда, а интенсивность обслуживания не более, чем на Epsilon с индексом лямбда. Тогда справедливо выписано неравенство и имеет место оценка устойчивости сформулированной в теореме 6. А оценка 44 может быть полезна для решения следующей задачи. Считаю, что известно среднее число требований в системе с границами, интенсивность поступления требований, а получить границы для интенсивности обслуживания требований. Из оценки 44 получаем утверждение для границ интенсивности обслуживания. Будем считать, что интенсивность обслуживания создается в выражении Mio T равно Mio на G, где Mio — это мощность сервера, а G — это интенсивность. Сдача определить мощность сервера, которая гарантирует, что в долгосрочной перспективе среднее число требований в системе не будет превышать Mio с звездочкой. на слайде показан вывод ограничения среднего числа требований через норму вектора 1, 1D-норму вектора Z. С другой стороны, выполняется неравенство 50, тогда с границей теоремы 7. И рассмотрим примеры. Из полученных теорем получаем оценки. Заметим, что из оценки 52 следует, что при T, равном 80, правая часть не превышает 10-3. Следовательно, для больших T система как бы забывает свое первоначальное состояние и далее можно значение как предельное рассматривать. На графике представлена вероятность пустой очереди на отрезке 0 до 80 и предельная вероятность пустой очереди на отрезке 80. до 80 до 81. Четвертая глава посвящена изучению модели Майлина в случае наличия катастроф, под катастрофой поднимая одновременно потерю всех требований в системе. В работе представлено два случая получения оценок. Я подробнее остановлюсь в случае, когда интенсивность убывает со степенной скоростью. перепишем прямую систему Калмутова в виде совсем, путем вычитания из нулевой строки гамма. Далее рассмотрим последовательность, диагональную матрицу с элементами этой последовательности и вычислим суммы по столбцам матрицы основной. Тогда получим, что получены суммы больше либо равны, чем бета Т. и если выбрать последовательность, как показано на слайде, БОС проверил теорема 9. В пятой главе рассмотрены модели, связанные с процессами рождения и гибели. Подробнее остановлюсь на системе массового обслуживания с эластичным трафиком. Матрица задана на слайде. Для получения оценок исключим нулевое состояние и доможенную диагональную матрицу. Тогда суммы по столбцам будут вычисляться по формулам 62. Далее, в случае для больших интенсивностей обслуживания выбираем возрастающую последовательность и дальние от места оценки 63-64, а в случае больших интенсивностей и поступления убирается последовательность уже убывающая и имеет место оценки 65-66. И оценки устойчивости сформулированы в теореме 16. В заключении сформулированы основные результаты полученных в ходе дистанционного исследования. Для ряда новых моделей массового обслуживания в приложении содержится краткое описание программы, которая выполняет построение основных предельных характеристик. В ходе решения обоставленной дистанционной реработе задач получены оценки скорости и исходимости и устойчивости для перечисленных систем, оценки применены для построения предельных характеристик. Также для модели Марина получены оценки некоторых параметров системы. Апробация результатов проводилась на семинарах кафедры прикладной математики и на ряде конференций, перечисленных на слайде. Также результаты будут в ряде изданий, перечисленных на слайде. Иван Александрович, по второму главе вопрос. Скажите, пожалуйста, там рассмотрена достаточно сложная система со сбоями, катастрофами, отказанными, ремонтом приборов. Вот сбои, они могут происходить... поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под сбоями, в каких условиях они могут происходить и где это видно в ваших формах результатов. для матрицы обслуживания этой системы. Ну, то есть, под сбоем предполагается этот момент, в который сервер может выйти из строя. Соответственно, в системе обозначается это для восстановления вышедшего из строя сервера. Это может произойти и в пустой системе, и в системе, где обслуживаются заявки, верно? Да. Да. Хорошо, спасибо. 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 Есть ли еще вопросы? Если больше вопросов нет, тогда слово предоставляется научному руководителю соискателя Александру Израиловичу. Пожалуйста, Александр Израилович. Спасибо. О работе не надо говорить только о самом соискателе, о том, какой он хороший. Это по вашему желанию. Хотите, хотите. Здравствуйте. Сказать, какой он хороший. Так, значит, ну, про диссертацию все равно чуть-чуть придется сказать, наверное. Значит, соискатель, диссертация, это и занимался достаточно упорно в течение пяти лет. то есть, когда он пришел в магистратуру, то мы сразу определили, чем Иван будет заниматься, и начало работы реально было в магистратуре, вот, и первые публикации были подготовлены за время работы в магистратуре. Соискатель, вот он тут сидит, я его первый раз в пиджаке вижу, кстати, до этого в таком наряде не появлялся. Вот, значит, он очень упорно, старательно и активно работал. Модели, которые здесь изучались, они изучаются нашим общим, так сказать, методом, но они с особенностями, то есть, они такие, что непосредственное применение этого метода ни к чему-то не приводило, приходилось каждый раз применять изобретательность. Если посмотреть на список работ, то в этом списке есть авторы не из нашего, так сказать, традиционного коллектива, в частности, есть шерифа Марх в списке авторов, это египетский математик, модели которого мы изучали. Вот, в одной из статей есть Ирина Андреевна Гудкова-Хочеткова в качестве автора, мы изучали модель, которую она предложила с особенностями именно потому, что они не совсем стандартные эти модели. Вот, а работа, я считаю, проделана очень серьезная, самостоятельная, и закончена она была фактически год назад, дальше мы уже определялись, как лучше защищаться, по какой специальности, ну и проведена была необходимая подготовка к этому. Вот, ну и соискатели, я благодарен совету за то, что взяли на защиту нашу диссертацию, и я считаю, что соискатель достоин еще в ней степени кандидата наук, а диссертация соответственно заслужена. Есть ли вопросы Александр Журавич? Нет. Большое спасибо. Теперь слово для оглашения отзывов полученных на диссертацию от Эксера представляется учениц первого совета Ивгра Мерсеновича Георган. Ивгра Мерсеновича, пожалуйста. В деле имеется заключение организации, оценка заключения положительной. Всего поступило четыре отзыва на авториферах. Первый отзыв от Барабановой Елизаветы Александровны, доктора технических наук, доцента, ведущего научного сотрудника лаборатории 69 телекоммуникационной системы Института проблем управления и метропейзника. Вот или отмечается область примечения и переприменения работы, указывается актуальность темы, тратка формулируется важной с точки зрения рецидента результата диссертации и в целом дается положительная оценка. Но указывается один недостаток, что слишком краткое описание основных терминов и перегруженность формулировок теории. В целом недостаток не влияет на качество работы и Николай Рок заслуживает присуждение степени кандидата на ум. Второй отзыв получен Дудин Александр Николаевич доктор физико-математических наук профессора заведующего кафедрой научно-исследовательской лаборатории преподного и вероятностного анализа Белорусского государственного университета. В отзыве отмечается теоретическая значимость и перечисляются основные результаты наиболее важные с точки зрения рецензента оценивается работа по автореферату и по обликованным работам как законченное соответствующее всем требованиям и Ковалев и Ад заслуживает присуждение ученой степени. Замечаний у рецензента нету. Третий отзыв получен от Ушакова Владимира Георгиевича доктора физмат-наук профессора кафедры математической статистики в МХА МГО. В отзыве положительно оценивается актуальность висит ученого исследования работа считается оригинальной соответствующей паспорту специальности Ковалев заслуживает присуждение ученой степени замечаний также нету. Четвертый последний отзыв получен от Горшенина Александра Константиновича доктора физмат-наук доцента правного научного сотрудника руководителя отдела вероятности моделирования статистический анализ сложных систем федерального исследовательства центра информатики управления российской академии наук оценивает автореферат положительно подчеркивает теоретическую значимость отмечает диссертацию диссертационные исследования соответствуют требованиям а Ковалев заслуживает присуждение кандидатов стихоматематических наук также замечания нету отзывы отзывы отзывов официальных оппонентов слов предоставляется первого оппонента доктора физико-математического наук Семенова и Ольги Валерьевны Добрый день уважаемые члены совета значит отзыв официального оппонента он очень поносит такой достаточно стандартную структуру я просто кратко основываюсь на характеристике работы и далее перейдем к замечаниям значит диссертация Ковалеву Ивану Александровичу посвящена задаче получения местационарных характеристик для некоторого класса задач системы массового обслуживания значит эти задачи эти модели представляют некоторый практический интерес значит и задачи в общем-то те задачи которыми занимался Иван Александрович в своей собеседовательной работе они естественным образом продолжают направление разработанное научной школой научного руководителя Александра Израилевича мы достаточно близко знакомы с тематикой работы этой научной школы поэтому есть возможность достаточно глубоко оценить результаты полученные в диссертацию значит ну надо отметить что нестационарный режим в системах массового обслуживания его исследование получение нестационарных характеристик на самом деле это известная непростая задача она требует определенного погружения в методы математического анализа значит этими задачами занимались и мы в рамках нашей лаборатории которую представляю лабораторию Владимира Мироновича Вишневского с авторами у нас немножко другой фокус был на исследовании модели значит нестационарными характеристиками но тем не менее мы можем понимать насколько эта задача является трудоемкой требует определенных навыков и умений от диссертанта значит ну что хотелось бы отметить что получено в основном это рассматривается перечисленный класс задач который мы видели на слайде на слайдах значит получена оценка скорость исходимости значит к некоторому предельному распределению в смысле слабой эргодичности а также рассматриваются возмущенные процессы значит и применяется общий метод оценки распределения вероятности состояния возмущенного процесса значит методика также разработана в рамках школы Александра Израилевича значит полученные теоретические результаты также вы видели что они представлены программ то есть получено удалось дойти до числа до функции то есть вычислены получены скажем так численные результаты так и что хотелось бы отметить то есть в чем основной фокус исследования значит прежде всего значит Иван Александрович ищет интервал в рамках которого выходя за рамки которого уже гарантированно с некоторой точностью наступает предельный режим то есть он уже дает определенный алгоритм вычисления этого временного интервала ну и далее на этом интервале рассчитывается вероятности состояния системы ну надо отметить что эти вероятности состояния ищутся прямым способом то есть система вравнения Калмогорова решается методом усечения значит бесконечного числа состояния до некоторого конечного числа Хотелось бы, конечно, еще здесь остановиться, в качестве замечания указать, каким образом Иван Александрович все-таки ограничивает вот эту вот систему уравнений, исходя из каких-то критерий. Я надеюсь, что он далее ответит на этот вопрос. И далее эта система, усещенная система уравнений, решается прямым, скажем так, прямым методом. Ну и уже исходя, значит, из решения, полученные вероятности, вероятность пустой очереди, и также анализируется среднее число требований в системе, также в зависимости от времени Т. Ну, в моем понимании достаточно интересная задача. Результаты доведены в некоторой степени до алгоритмически описаны, но хотелось бы, конечно, также более детально все-таки алгоритм видеть в работе. Значит, ну, основные, так сказать, штрихи алгоритма описаны в диссертационной работе. Значит, также я бы хотела остановиться на замечаниях. Значит, на замечаниях. В диссертации имеется ряд недостатков. В постановке задачи раздела 2.1 не дается четкого определения катастрофы, на что указала Юлия Васильевна в своем вопросе. Я также присоединяюсь к этому замечанию. Также не разъясняется смысл индекса и функций гамма-итэ-атэ, хотя далее из контекста понятно, что параметр катастроф зависит от текущего числа заявок в системе. Также следовало более четко описать алгоритм, который используется для построения вероятностных характеристик модели. В частности, речь идет о разделе 24. В численных результатах главы 2 исследуется лишь случай функции гамма-итэ-атэ, которая описывает катастрофы, наступление катастроф, но в численных примерах не рассматриваются случаи зависимости данной функции от числа заявок в системе. Как это предполагается в описании модели, рассматривается лишь случай общего параметра наступления катастроф для, скажем так, вне зависимости от индекса и. И хотелось бы увидеть эти примеры также в численных реализациях. На странице 40 значение 0, гарантирующее сходимость решения, следует добавить, что сходимость здесь гарантируется с заданной точностью. Также не указано, каким образом выделено значение Т со звездочкой, задающее временной интервал для предельного режима с этой точностью. В численных примерах, в частности, для рисунка 2.4, не указано, каким образом осуществляется аппроксимация предельного среднего ЕТК. И также не хватило мне библиографических ссылок и на доказательство теоремы главы 1, которые ложатся в основу основных результатов диссертации. Однако следует заметить, что данные недостатки не снижают общего положительного впечатления о работе Ивана Александровича. И в связи с чем я бы хотела сделать заключение о том, что диссертационное исследование Ковалевого Ивана Александровича является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи получения оценок скорости, сходимости, устойчивости и построения предельных характеристик для некоторых новых систем массового обслуживания с особенностями. Получены новые результаты, представляющие как теоретический, так и практический интерес. А результаты, выносимые на защиту, являются новыми, теоретически обоснованными и подтверждены вычислительными экспериментами. Публикации автора подтверждают высокую степень апробации работы как на различных конференциях, так и в российской землебежной печати. Содержание диссертации достаточно полно отражено в автореферате. Диссертант в достаточной степени продемонстрировал владение техникой математического анализа нестационарных марковских процессов и умение строить соответствующие вычислительные алгоритмы. Таким образом, работа соответствует требованиям, предъявляемым в диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункта 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученых степеней Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патриса Лугубы, утвержденного ученым Советом УДН протоколом номер 2 УС-12 от 3.07.2023, а ее автор Ковалев Иван Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика, кибернетика. На этом отзыв завершен. Большое спасибо. Есть ли вопросы по теории? Если вопросов нет, тогда попросим цискать и добавить вот там на замечание. Нет. Спасибо, с замечанием не согласен. Источники теорем главы 1 включены в список литературы согласно, что надо было явно указать в главе 1 метод, лежащий в основе вычислительных вычислений общеизвестный, поэтому его не описывал, а алгоритмическую часть как-то писал на странице 39-40 и также на странице 39 выписана оценка для среднего состава требований стиля. Большое вам спасибо. Слой предоставляется второму оппоненту, доктор физико-математисту Моисея если помните к работе. Добрый день, уважаемые коллеги. Ольга Валерьевна достаточно подробно рассказала, так скажем, в главную часть, что сделала я с ней абсолютно согласна, поэтому я пройдусь только по некоторым моментам, которые мне оставили для меня впечатления и, соответственно, это будет замечание. Хочу обратить внимание членов дистанционного совета, то есть, что впечатляет в этой работе это, прежде всего, большой класс моделей, для которых получены новые оценки скорости сходимости и устойчивости. Это модели, которые учитывают и катастрофы, то есть, когда уносит сразу несколько заявок в систему, катастрофы, сбои, ремонт системы, групповое поступление, групповое обслуживание заявок, нетерпеливость клиентов, эластичный трафик, ну и, прежде всего, это не просто вот такой класс систем, которые мы в отдельности тоже исследуем, и в нашей научной школе, в школе профессора Константина Евгеньевича Самойлова, профессора Башарина, так скажем, да, в МГУ, то есть, мы все вроде как эти модельки рассматриваем, но, как правило, мы стараемся там, ну, например, только учесть одну особенность, а вот так, чтобы комплексно, групповое обслуживание, катастрофы, там еще что-то, сбой какой-то, это, конечно, заслуживает большое уважение от авторов диссертаций и именно, наверное, боготочность руководителя, потому что все достаточно очень аккуратно подоревлено, подоревлено до числа. Мне, например, еще понравился, да, то есть, такой момент, в третьей главе у вас хорошие примеры, когда вы практически, да, то есть, когда вы находите границы управляемых параметров вот этот момент мне очень порадуется, мне кажется, это достаточно актуально, можно найти применение для реальных систем. Вообще, диссертация производит впечатление, конечно, с одной стороны, закончится, взятой модели, получено все и так далее, но я думаю, что продолжение этой диссертации тоже может быть. значит, перейду сразу же к, как сказала Ольга Валерьевна, все достаточно не опубликовано, представлено на конференциях, публикации достаточно сильные, по замечаниям, ну, я как всегда, не понимала, актуальность, значит, сразу переводить, актуальность работы не вызывает сравнение, но вместе с тем считаю, что в Ульдине следовало бы более подробно образить именно современные результаты по исследованию свойств органичности, устойчивости для неоднородных марковских цепей с непрерывным временем, а также отразить то, что отличает работу от ранее выполненного исследования, то есть, ну, как бы обычно в этом актуальности прописывают, ну, и в заключении тоже еще раз подчеркивается и говорят вот о перспективе еще какая-то. Вот, рассмотрены примеры, второе замечание, рассмотрены примеры вычислений по моделям предложенных дистрифтаций, являются, ну, конечно, ну, это понятно, общение, наверное, у нас слишком идеализированным, с одной стороны, они, конечно, иллюстрируют зато работу предложенных методов в некоторых типичных ситуациях, но, с другой стороны, хотелось бы видеть, насколько разработаны модели адекватно для анализ существующих реальных дамок. В заключении главы желательно было бы включить некоторые выводы, обобщающие результаты. Работа содержит достаточное число графиков, но есть такой небольшой, ну, не скажу, что это прям критический недостаток, что некоторые графики есть, а в них пояснений никаких нет. Но, в общем-то, посидеть, подумать, можно догадаться, что хотел автор показать на этом графике. Описание программ для проведения учреждений эксперимента в диссертации приводится недостаточно подробно, согласуется с замещанием на уговорении. И большинство источников списка литературы, например, 25, 27, 25 по 27, 30 по 42, относятся к исследованию систем с повторными вызовами, которые в работе не рассматриваются. Но, возможно, автор в дальнейшем рассмотрит такой тип задач, но вот их устойчивость. Указанные на диссертатке не снижают общеположительное впечатление диссертационной работы. Диссертационное исследование Ковалева и Ивана Александровна является законченной научной квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи получения оценки скорости, сходимости и устойчивости для новых систем массового обслуживания с особенностями, имеющими важными значениями для развития теории массового обслуживания. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-магрических наук согласно пункту 2.2.2. раздела 2 положения о присуждении ученых степеней Федеральной государственной антономной образовательной учреждения решения образования Российский университет Дружбы народов имени подписанного Монбе, подожденного ученым советом РУДН-протокол ученого советом 12-го июля 2023-го года. А ее автор Ковалев Иван Александрович заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-магрических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и кибернетика. Слово. Теоретическая информатика запитает кибернетика. Большое спасибо. Есть ли вопросы к степени украины? Если вопросов нет, то попросим соискателя ответить на замечания. Спасибо. С замечаниями согласен. От ранее выполненных работ отличаются новизной исследуемых моделей. Описание программ сделано достаточно подробным, так как делал акцент на теоретических результатах, как считаю их более значимыми. а приведенные источники систем с повторами учил для полноты обзора. Спасибо. Слово предоставляется третьим оппонентом кандидат физико-математистик Ноксовкина Доросе Геевича. Пожалуйста, Доросе Геевич. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. До меня уже много рассказали о содержании работы, поэтому я достаточно коротко постараюсь свой отзыв охарактеризовать. Я бы хотел остановиться побольше на актуальности работы. Работы. В самой работе соискатель более так в общем говорит о том, где это применяется, что это в телекоммуникационных системах имеют место такие модели. Здесь хотел бы отметить, что вот такие характеристики, как наличие катастроф, наличие специальных дистанций группового обслуживания, группового поступления, это одна из заключительных особенностей современных телекоммуникационных систем, беспроводных в том числе, в таких системах, как связанные с сетевым свайсингом или в системах интернет и вещей, все эти характеристики так или иначе присутствуют, поэтому я считаю очень актуально и своевременно эту работу. Ну и конечно же особенность работы этой диссертации в том, что исследуются нестационарные характеристики, что конечно же вызывает уважение и добавляет естественно сложности и собственно из-за этого вызывает уважение к самоработке. И даже в таких своих условиях соискателю удается получить какие-то предельные характеристики для этих систем массовообслуживания. Также хотел отметить хорошую математическую культуру, очень грамотно словарумулированная теорема, грамотные доказательства, очень понятная и четкая структура диссертации. По содержанию в целом уже сказали, я поэтому не буду повторяться. в принципе публикации, как и говорилось, высокого уровня, все результаты опубликованы, опробированы, поэтому перейду еще к замечаниям. Значит, замечаний у меня не много, я отметил. Первое, то, что зависимость среднего числа требований от интенсивности обслуживания, интенсивности поступления сформулированы только для одной модели. Возможно, было бы интересным рассмотрение таких зависимостей для других моделей, рассмотренных в диссертации. Также обратил внимание, что в модели, рассмотренные в третьей главе, было показано, что если хвост распределения геометрически или легче, то всегда существует предельное распределение, если же он более тяжелый, то вопрос остается открыт. Вот здесь хотелось бы, понятно, что, видимо, не получилось как-то доказать, что именно там будет. Может быть, имел смысл рассмотреть примеры какие-то. В таком примере мы видим, существует предельный режим, а вот в таком случае его не существует. Может быть, никто не имеет это место. Может быть, он всегда не существует, например. То есть, хотя бы рассмотреть хотя бы один пример, посмотреть, что в этом случае получается. Есть совсем мелкое замечание, что список литератур оформлен не всегда. единообразно были некоторые замечания. И, собственно, это все мои замечания, недостатки, которые я отметил. Однако, они не влияют на высокое качество работы, высокое качество диссертации. И в заключение хотел бы сказать, что литерационное исследование Ивана Александрова Ковалева является законченной научно-предитационной работой, которая содержится хорошо обоснованным теоретическим исследованием нестационарных маркерских процессов, описывающих некоторые модели тюрьмассового обслуживания. Работа соответствует требованиям, предъявляемых диссертациям в соискании ученых-седних кандидатов физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых-седних федеральным государством в основном образовательном учреждении высшего образования и арксийской миссии кружбы народов имени Патриса Умубы утрененного ученым Советом РУДН. А ее автор Ковалев Иван Александрович заслуживает присуждение ученых-седних кандидатов физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и киберметика. Спасибо. Большое спасибо. Действие вопросов кандидат Если вопросов нет, тогда попросим все искатели ответить на замечание. Спасибо. С замечанием и согласием. Задачи связаны с оценкой некоторых параметров модели Марина сформулированы как раз для демонстрации применения полученных оценок скорости и сходимости и устойчивости. Согласен, что интересно было бы рассмотреть и для других моделей. А что касается случаев, когда они геометрические и хвост распределения, то текущим методом не удалось посмотреть, а осматривать другие задачи не ставились. Пока так. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Миллев, большое спасибо. Можете садиться. Теперь мы должны перейти в дискуссии. Кто хочет выступить в дискуссии по содержанию диссертационного совета. Глубокоуважаемые члены диссертационного совета, я хорошо знаю методы и результаты работы научной школы профессора Зейкмана для систем с зависящими от времени и бонусинностями, в том числе с периодическими бонусинностями. Здесь в нашем диссертационном совете успешно защитились три ученика, три ученицы профессора Зейкмана. Ну а вот сегодня мы смотрели работу, где применяется метод логарифмической нормы. Этот метод известный, но применяется он к новым системам массового обслуживания с комбинацией достаточно сложной комбинацией особенностей. Здесь и отказы, и катастрофы, и ремонт и восстановление сервера, здесь и групповое поступление, групповое обслуживание заявок, нетерпеливые заявки, эластичный трафик, то есть все те особенности, которые могут быть применены при построении моделей современных сетей связи, сетей связи поколений 5G и даже 6G. Об этом было отмечено в сегодняшнем заседании. для меня пожалуй самым интересным были результаты для систем с эластичным трафиком. Уже было сказано, эта работа есть в списке работ о результатах полученных совместно с Ириной Андреевной совместном семинаре современной телекоммуникации и математической теории трафика год назад. Поэтому, видимо, немного вопросов осталось к соискателю. Мы эти результаты хорошо знаем. А я надеюсь, что система с эластичным трафиком, в области анализа этих систем, наше сотрудничество между Вологодским государственным университетом и Российским университетом Дружбы народа будет продолжена. Мне понравился доклад соискателя. Здесь все так же четко и лаконично, как в его диссертации. И я буду голосовать за присуждение степени и призываю членов диссертационного совета поддержать работу. У меня все. Спасибо. Большое спасибо. Есть ли еще желающие в дискуссии? Есть ли желающих нет? хочу предоставить заключительное слово соискателю. Уважаемый председатель, член диссертационного совета, гости, хочу выразить огромную благодарность всем, кто проявил интерес по своей работе. Огромная благодарность диссертационному совету за возможность защититься в данном совете, благодарность оппонентам за объективные отзывы и замечания и целом положительную оценку диссертации. Также благодарность хотел бы выразить научного руководителя Александра за помощь на всех этапах подготовки диссертации. Также хотел бы поблагодарить Макееву и Елену Дмитриевну за помощь в подготовке к защите. Макееву и Елену и Елену и Елену против против воздержался принято единогласно. Теперь мы объявляем перерыв на голосование. Прошу всех нечленов из совета выйти на пять минут в коридор, а мы тем временем на самом деле Мегран Нельцинович к этому времени должны быть уже розданы всем великим, но Мегран Нельцинович пропустил это торжественное торжественное действие. И урну вот желательно сюда выставить. Мегран Нельцинович Вот вам тоже бюллетень заработать. Должно у нас остаться пять дней заполненных бюллетней 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 да конечно очень я понял да все место стопы бюллетней кривой светлой все да мы закончили нет 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 я не закончил я тут ждем еще 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 не все занимаюсь значит все можно переворачивать вытаскивать вытаскивать и считать вытаскивать значит обращаю внимание что у нас еще одно засчитание сегодня прием к защите условный все пересчитываем 10 пересчитываем так давайте подпишем вот бюллетней пожалуйста поставьте свою подпись мигрант пять осталось нерозданных ну что ж ты криворучка можете не беспокоиться вот смотрите значит конвертики пожалуйста раскладом и все их нужно подписать угловым это у нас бюллетни к заседанию и не голосованы им должно быть тут пять да вы один выкинули который я пересчитаю с вашим позволения 12 человек 3 4 5 значит теперь вот отрываем веревочку бумажечку и каждый ставит кривую подпись поняли и вот на второй на втором тоже имею подпись прошу всех заходить отзаем это зачитывает бюллетень председатель эти бумажки вам слово предоставляется председателю счетной комиссии Юлии Васильевны Гайдамак уважаемые участники заседания разрешите объявить результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1 2 3 теоретическая информатика кибернетика Кавалюла Ивана Александрович состав диссертационного совета утвержден количестве 15 человек присутствовал на заседании 10 членов совета в том числе докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 4 розваны бюллетеней 10 осталось нерозваны бюллетеней 5 оказалось в урной бюллетеней 10 результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата в математических наук Кавалюла Ивана Александрович за 10 против 0 недействительных 0 у меня все большое спасибо Евгения Васильевна кто за утверждение протокола счетной комиссии прошу голосовать за против воздержался принято единогласно вам было раздана проект заключения по рассматриванию диссертации есть ли замечания о дополнении изменения пожалуйста Михаил Дмитрий Прошу прощения мне кажется фраза про свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ требует небольшой поправки она как-то немножко не по-русски звучит написано так значит заискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации из которых 6 работ опубликованы в издании конденсированных в скопусе 2 научные работы это статьи опубликованные в ведущих статизированных гурналов рекомендованных свидетельство о государственной регистрации пропало это что-то пропало это мы подправим большое спасибо и тут есть некоторое количество опечаток в списках литературы в основном это теховские символы которые просто недодерлятся я тут извините подчеркнул я вручу замечание по недостаткам списка литературы уже поступало от оппонента кто за то чтобы принять текст заключения прошу голосовать кто за против воздержался принято единогласно таким образом диссертационный совет установил что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук представленная Ковалевым Иваном Александровичем является научно-квалификационной работой в которой содержится решение актуальной научной задачи получения оценок скорости сходимости и устойчивости для различных классов моделей а также применение полученных оценок для построения основных предельных характеристик конкретных систем массового обслуживания работа отвечает всем требованиям диссертациям и соискания учета степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика кибернетика согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней федеральным государственным автономом образовательным учреждением высшее образование российский университет дружбы народов имени Патри Соломомбы утвержденного ученым советом РУДН протокол УС-1 от 22.01.24 на основании тайного голосования Ковалева Ивана Александровича присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика кибернетика есть ли у вас присутствующие замечания поведения заседания если замечания нет то разрешите поздравить Ковалева Ивана Александровича с суперством защиты диссертации и мы сразу переходим кибернетика кибернетика